всем привет у меня сегодня перестановка ну как перестановка новые идеи у нас это кровать шла с этой светодиодной лентой но она шла очень длинная и вот здесь проходила и огибала всю кровать она была установлена вот здесь вот в этой ямке и постоянно давала очень много света мы ее не использовали но и также как с той стороны от окна с моей стороны постоянно много солнца она падала то есть приходила постоянно ее цеплять на место там мика лежала тоже ее лапками ей помогало тоже и я решила обрезать эту ленту и пустить ее только по изголовью так что ленту я обрезала пустила по изголовью но и теперь у нас вот такая вот легенькая подсветочка здесь как жаль что эти все провода не делают белым было бы намного лучше чем вот такой черный но ничего так что вот такие вот у нас будут изменения мне кажется так намного лучше мы также опускали ролеты и смотрели как это будет потом ночью я вам покажу и достаточно хорошо то есть свет не мешает раньше когда он был там не мика не могла спокойно лежать и нам мешал а сейчас такой непринужденный но с этим всем я уже решила сделать генеральную уборку в спальне сейчас пройдусь пылесосом внутри кровати вымою пол протру пыль помою окно и здесь будет у нас порядок и также вымола это окно которые в спальне но сегодня другие окна не буду мыть потому что у нас очень сильно парит так что наверное еще пойдет дождь но и на улице видите как очень грустно так что сегодня только это окошко помыло так как делаю генеральную уборку как же генеральная без вымытых окон на улице почти нету народу но завтра уже наверное появятся дети и будет веселее на обед у нас сегодня по котлете зеленый салат и кускус микаська пьет воду а я себе сделала кружечку кофе и решила чуть-чуть посидеть на балконе у нас вот такая вот погода очень темно но я смонтировала в локке пустила этот робот пылесос чтобы убрался в доме но кроме спальни в спальне я там хорошенько убралась сделала генеральную уборку но во всем доме я ничего сегодня не делала хотя и не грязно только на полу есть миккины волосочки и мои так что сейчас он уберет пол и я быстренько протру его он сделает какую влажную уборочку и все к воскресенью готова и вот так как то сегодня проходит день я сегодня спала до поздна где-то до 11 часов адриан уже намного раньше сейчас поднимается он старается в 8 9 подниматься чтобы писать свою книгу чтобы больше написать он уже закончил пятую главу но ему там еще очень много остается я не знаю то ли он шутил то ли правда но он планирует сделать где-то 17 глав так что работа у него еще много но я так как он поднимается рано я поднимаюсь кормлю микку даю ей вкусняшки остаюсь с ней там чуть-чуть и когда вижу что она уже более или менее готова ко сну ухожу спать и потом сплю вот как сегодня до 11 часов так как знаю что адриан с ней и уже займется ею потому что если адриан спит и я ухожу спать она начинает мяукать и я десять раз поднимаюсь и никто не высыпается а так если один спит второй где-то здесь ходит она может себе спать и даже не нуждаться у нас ей главное чтобы кто-то возле нее был у нас погода просто ужасно и я ненавижу такую погоду особенно дома сидеть но я вообще я очень завишу от погоды но если так то мне даже не важно ходить там например выходить гулять в дождь нормально переношу но вот так когда дома и постоянно вот такая вот грустная погода и вот даже невозможно нормально на балконе посидеть достаточно прохладно это я не люблю если например солнце у меня есть настроение убираться что-то делать и день очень быстро проходит а вот так как сегодня мне кажется что этот день не закончится никогда ну что делать погода есть погода против погоды не попрешь и где-то через час и полтора я не знаю даже сколько сейчас часов будем уже идти на аплодисменты не знаю вчера почему-то не было музыки а сегодня наверное где-то после обеда уже начали ставить какую-то там музыку на той площади и здесь тоже было на с этой стороны какая-то детская музыка а вчера я не знаю то ли эти что ставят музыку были заняты или что случилось но не было вчера музыки вот так вот и живем и переживаем этот карантин не знаю хочется завтра что-нибудь испечь сейчас сяду наверное поищу какие нибудь рецепты хлеба у нас еще много хлеб не буду печь но хочется чего-нибудь сладенького и пушистого если что сегодня найду то завтра будем толстеть хотя мы каждый день толстеем из-за этого карантина на ужин подогреваю вчерашний борщ и кстати борщ очень вкусный ну принципе как всегда этот борщ всегда получается очень хорошо так ну приблизительно вот так это все выглядит ночью без света раньше когда она была внизу она очень сильно светила вот здесь вот и микка обычно ложилась на коврик и все есть видела в глазки и нам тоже было не очень удобно а сейчас достаточно симпатично и я читала новости только что и там было написано что возможно если все будет хорошо то со 2 мая нам разрешат тоже выходить типа на прогулки со своей парой или с тем с кем живешь в доме но люди которые провели вместе карантин смогут выходить вместе на улицу а также можно будет заниматься спортом так что это очень хорошие новости пока что какие условия будут и это все не было сказано но я думаю что в течение этой недели новой недели мы потихонечку будем узнавать что-то новое но это уже достаточно позитивные новости то есть завтра уже детки выйдут ну и с субботы выйдем уже мы но конечно же будем видеть как себя будут вести родители завтрашнего дня как они будут организовывать выход детей чтобы все были в безопасности потому что сколько дней не видели улицы так что может всякое быть но как бы надежда уже есть с такими новостями и настроение как-то поднимается хоть и погода плохая но все равно это уже что-то ладно на сегодня я наверное буду заканчивать влог буду идти к гадриану может посмотрим какой-нибудь фильм ну а с вами я буду прощаться всем хорошее настроение берегите себя увидимся с вами завтра всем пока пока это 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 Продолжение следует...